Привет всем! Это канал Кинописьма. Ставьте лайк, поехали! Алевтина Евдокимова, известная по фильму «Курьер», стала гостей очередного выпуска «Судьбы человека». 81-летняя актриса впервые за долгое время откровенно рассказала о своих романах. Она вспомнила, как за ней ухаживал Иосиф Кобзон. Певец даже звал артистку замуж, но она на тот момент не была свободна и, по её словам, не испытывала чувств к звезде эстрады. Среди поклонников Евдокимовой был Александр Пороховщиков, с которым они вместе сыграли в мини-сериале «Выгодный контракт». С актёром звезда кино встречалась около трёх лет и даже хотела стать его женой, но узнала о многочисленных изменах возлюбленного, которые положили конец их роману. Евдокимова встречалась со звездой балета Владимиром Васильевым. Так как артист был женат на знаменитой балерине Екатерине Максимовой, пара встречалась тайком. Их отношения продолжались около 14 лет, но закончились под давлением КГБ. В органах Алевтини Николаевне указали на то, что она разрушает семью. Поэтому звезда кино решила прекратить встречи с любимым мужчиной. Чтобы поставить точку, она написала Владимиру Викторовичу прощальное письмо. Как добавила сама Алевтина Евдокимова, «Васильев – исключительный ангел-человек, очень порядочный, умница и очень добрый». Но большим откровением для всех стало признание героини с передачи, что она ждала от Васильева ребёнка, но вынуждена была сделать аборт. По признаниям актрисы, у неё могло быть три ребёнка. Алевтина Николаевна добавила, что первые два аборта она сделала от мужа. Всего абортов было три. Первые два аборта она сделала от мужа, за которого вышла замуж ещё во время учёбы во ВГИК. Тогда мать супруга, которая тоже работала в сфере кино и был кинооператором, настояла на том, что невестке нужно доучиться и начать карьеру без абузы. Однако в этом браке героиня шоу Бориса Корчевникова всё же посчастливилась стать матерью, родив избраннику дочь. Напишите в комментариях, как вы думаете, можно ли считать Васильева хорошим и добропорядочным человеком, если он изменял женя. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.